Должны соблюдать и ничего не поделаешь. Я очень рад был бы с вами встретиться. Но у нас всегда бывали большие залы. И тут так неожиданно для меня и неожиданно для многих зал оказался маленьким. Но ничего страшного. Я то же самое расскажу вам через несколько дней. То же самое. Мы обо всем этом поговорим. И если у нас еще будет возможность и не раз, и не два, а можем много раз, потому что все равно всего охватить за одну встречу невозможно. И если мы будем так тут стоять, то ни я не буду говорить. Пишите, те, кто сидят, кто получили, пишите записки свои, проблемы. Те, кто не смогли попасть, ну что делать? Они приносят свои извинения, потому что здесь у них вины нет, они ничего не могут сделать. То есть это помещение старинное, раздуть его нельзя, в коридоре стоять невозможно. Поэтому давайте начнем. Уже и сейчас душновато вам. Я расскажу вам главное, не пускаясь в детали, главное за 30 минут. В 7 часов я кончу. После этого все вопросы, я постараюсь ответить на них, пока вы будете живы. Потому что здесь нет никакой вентиляции. Товарищи, кто встает, вы выйдете. Сейчас мы сделаем списки, и 16 числа Александра Владимировича вы все послушаете. Может быть, не закрывать? Если вы не верующие, обращаете свой взор к этому феномену, к нашей церкви, то первое, что вы видите, это великое искусство. Великое искусство, которое выразилось в архитектуре, в бессмертных творениях неизвестных нам часто мастеров 11, 12, 12, 15 веков. Мы видим иконы, которые поражают нас даже в неподходящем для них окружении музеев и галилеев. Икона органически связана со всей структурой храма. Она задумана как часть этой структуры. Поэтому икона, вынесенная просто на флоскость галереи или музея, она в чем-то проигрывает. Тем не менее, мы с вами, когда стоим в Третьяковской галилее перед Троинцей Рублева или перед Владимирской Богоматери, видим, что искусство это бессмертно. И дух, который был вложен в эти творения, он настолько могуч и велик, что через столетия он передается сегодня людям, не только выросшим в этой стране, но и иностранцам, тем, кто очень далеки от нашей культуры. Я до сих пор не могу не удивляться, как японцы были поражены, когда Троица Андрея Рублева была отправлена туда в экспозиции. Многое другое сегодня снова нам напоминает о тысячелетнем наследии культуры, созданной духом Русской Православной Церкви. Это и летописи, и древняя поэзия, и богослужебные тексты, которые создавали заново, хотя часть их переводилась с греческого языка. Это, наконец, богатая литература, разнообразная, вплоть до 20 века. Этими истоками, этим духовным богатством питалась поэзия, я уже не говорю, во времена, скажем, Симеона Полоцкого, но и во времена Ломоносова, который перелагал священные гимны. И во времена 19 века, когда на христианские идеалы пристально смотрели и Пушкин по-своему, и Гоголь, и Гончаров, и уж, конечно, Достоевский, и множество живописцев, воятелей, архитектов. Окинуть одним взглядом это колоссальное богатство, это колоссальное наследие практически невозможно. Я уверен, что многие из вас, как профессионалы, так и непрофессионалы, в этот юбилейный год на выставках, по телевизору, в кинематографе видели хотя бы какие-то грани этого огромного великого наследия. Дело в том, что всякая культура в любой части Земли является внешним выражением духовного ядра. Как человек представляет себе вечность, природу, самого себя, нравственный долг, так же он строит свои здания, свои общественные места, свои храмы, свои дворцы. Так он рисует, лепит, пишет, поет. В основе всего лежит видение мира, вера человека. Если вы посмотрите на произведения древнего Египта, вы увидите, что в этих грандиозных пирамидах, храмах с колоссальными колоннадами, в застывших фигурах отображено определенное видение Вселенной, определенное видение духовных миров. И вот эти создания, они являются свидетелями и выразителями этого духа. Но тут есть и другая страна. То, что я говорил, не надо доказывать. Это ясно каждому неподубежденному взгляду. И в прежние времена, когда пытались отделить, отсечь духовный ядро от культуры, от проявления, поступали так же странно, как если бы пытались разделить и расчленить человека. Отделить, скажем, Андрея Рублева от его видения мира, от его веры, от его духовного созерцания, отделить его троицу, и думать, что он просто играл красками, чтобы они ласкали взор, это, конечно, антиисторично, это глубоко неправильно, это искажает, на самом деле, природу культуры. Но я хочу поставить центральный вопрос. Вот сейчас вы, верующие, неверующие, видите церковь в ее тысячелетнем наследии у нас, и в двухтысячелетнем наследии во всем мире. Но было время, скажем, в третьем веке нашей эры, когда церковь победила могучее язычество. Язычество не такое, как было в Древней Руси, отражающее родовой строй и архаическую структуру веры. А язычество мощное, которое имело Платона и Аристофеля, которое имело Гомера и Овидия, которое имело Парфенон и Пантеон, которое имело в своем распоряжении мощную поддержку римского императорского государства. И вот это язычество, христианство победило. Конечно, вы все скажете, что был император Константин, который вел христианство. Но он вынужден был ввести его, потому что он убедился, что уже массы народа в империи эту гонимую веру принимают. Это был шаг, вынужденный со стороны императорской власти. И вот тогда мы спрашиваем еще раз, что же могло тогда воздействовать на это общество, которое имело свою философию, технику, науку, армию, полицию. Все. Что же могло воздействовать? С чем пришло христианство тогда в мир? У него не было ни величественных памятников, ни замечательных икон, икон вообще не было. Ни звонких колоколов, которых вообще не было. Ни слишком богатой литературы, она только зарождалась, ни поддержки государства, оно христианство не признавало и не принимало, а иногда и преследовало. Ничего того, что сегодня поражает и потрясает любого объективного зрителя, не было у христианства тогда. Оно вышло навстречу Голиафу и язычеству, как Давид, почти безоружный. И на вопрос, чем же оно побеждано, ответ у нас ясен. Это было Евангелие, это и остается Евангелие. Это была благая или радостная весть о том, что человек не пылинка в этом мире, но что каждая душа дорога, каждая душа имеет вечную ценность. Каждый человек великий и малый в очах вечности представляет собой драгоценность. И когда об этом говорилось, то говорилось не в абстрактных словах. Многие из вас читали эту книгу и знают прекрасно, что Евангелие не является набором каких-то сентенций, каких-то поучений. Оно неотделимо от образа, от жизни того, кто и победил языческим. Вы думаете, что первые христиане были ангелами воплотив? Что в те времена они были какие-то особые, намного лучше, чем мы грешники сегодня? Нет, это не так. Документы, летописи, истории показывают, что тогда тоже были слабости, тоже были проблемы, тоже были какие-то внутренние конфликты и споры. Человек всегда был и прекрасен, и велик, и слаб одновременно. Не этими человеческими силами была победа достигнута, а вечным светом, который исходил из Евангелия. Жан-Жак Руссо, философ, который отнюдь не мог считаться артодоксальным христианином, писал, что такие истории, которые рассказывают в этих книгах, не выдумывают, они не могут быть выдуманы. И что эта книга важна и божественна, потому что в ней отразился свет бессмертного образа. Поэтому, когда мы открываем последнюю книгу Библии Апокалипсис, мы слышим там слова Христа, который говорит, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Когда мы открываем другую часть Библии и слышим слова апостола Павла, что человек спасается, то есть из ложной, мелкой, ничтожной, полумёртвой жизни приходит к жизни полной, совершенной. Когда это происходит, он говорит, это делается только верой в Иисуса Христа. Непонятно, что это значит. Вера в то, что он существовал, но это, в конце концов, исторический факт, который могут подтвердить истории. Не важно, что он был, а важно, что он есть. Вот что было силой и остаётся сегодня силой христианства. Потому что, если бы ничего не было из того, что составляет сегодня гордость нашей христианской культуры, как отечественной, так и мировой, если бы ничего этого не было, христианство всё равно жило бы и побеждало, как это было во времена Нерона и Диоклетиана. Поэтому, когда мы с вами в этот юбилейный год обращаемся к великому наследию нашей Церкви, все мы, люди, находящиеся в Церкви, люди, интересуешься ей просто как историческим феноменом, люди, которые просто хотят узнать что-то об отечественной культуре, должны помнить главное. Это украшение, это прекрасно, это храм культуры, но надо помнить, что находится в нём, что главное, что составляет суть, и эта суть является Евангелем. Оно как бы содержит в себе вот тот источник, потенциал силы, который создал не только культуру нашей русской православной Церкви, или грузинской православной Церкви, но культуру всех церквей по всей земле, которые сегодня включают почти полтора миллиарда людей. В этом основа. И я надеюсь, что каждый из вас постарается и найдёт возможность обратиться к этой бессмертной книге. Пока у нас ещё экземпляров мало, но в связи с юбилеем всё больше поступают экземпляры в Библии, и когда вы откроете эту толстую книгу, не торопитесь читать первые строки. Идите в центр, в самую суть, откройте Евангелие, и там услышите голос христианства, голос Христа, голос того, что называется радостной вестью. Это обновляющее, это вечное, это неприходящее. Вот главное, что я хотел вам сегодня сказать. А сейчас, поскольку вам тесно и жарко, постарайтесь друг друга пощадить, я готов вам ответить на любые вопросы, серьёзные, сложные, тактичные, бестактные, все, всё, что вас интересует сейчас, поскольку вам здесь действительно, я чувствую, не так-то просто, но постараемся. Вот. Всё хорошо. Значит, пишите прямо, если вы говорите. в ответ на такой же вопрос, он сказал, что христианам следует, что христианство несовместимо с антисемитизмом в самом себе, но, и сказал, что нужно с любого относиться к евреям, но в качестве эфистрации привёз следующую ситуацию евангельскую. Он рассказал, когда Иисус с учениками вышел из христианства из Хринаума, ученики сказали, вот, они не приняли нас, не свестили огонь с неба, вот, и Пистос сказал, не знаете, какого вы духа. И отец Марк так прокомментировал, сказал, что следует воздействовать, то есть, относиться к евреям, которые, ну, проявляют терпимость, любовь, если подразумевают, что они тем не менее являются подбородами Христа Иванова. Вот, то есть, какого ваше видение было в юдоизме христианства и отношении христианства к христианству? Значит, конечно, вопрос, который требует долгого разъяснения, но суть его сводится к следующему. Христианство, Евангелие, является зданием, построенным не на пустом месте. Оно имеет прочные исторические основания. этим основанием является Ветхий Завет, созданный в плане древнеизраильской культуры и религии. На этом основании стоит и христианство, и возникший после него вскоре же поздний иудаизм, и еще позднее возникший Испан. Все они, все три мировых монотеистических религий опираются на Ветхий Завет. Поэтому здесь близость, безусловно, существует. еще одно. Значит, когда вы говорите о любом проявлении национальной неприязни, я напомню слова, я уже говорю не вам, а всем, потому что, наверное, некоторые же это интересуют. Слова академика Лихачева, который сказал, что христианство является великой религией именно поскольку она является интернациональной религией. На протяжении веков человечество без конца впадало в шовинизм, в борьбу между племенами, забывая о том, что тем самым оно постепенно раздирало само себя. Потому что мы единый род, род Homo sapiens, род человека разумного, у которого оказывается степень разумности порой довольно низкая. развитие в человечестве различных языков наций, культур обогащает его необычайно. Потому что если мы представим себе, что все люди Земли говорят на одном языке, у них одна культура, ничего этого нет, то вся эта бесконечная красивая гамма, она бы исчезла. И это было бы колоссальным ущербом для человеческой культуры. Как в одной семье могут быть люди разного характера, так нам должно быть радостно, что существует поэзия юга, поэзия севера и поэзия востока. И они друг друга заменить не могут и не должны. Они должны вместе находиться в единой человеческой семье. Поэтому, выходя за рамки вопроса, я могу сказать, что всякая ксенофобия, то есть всякое презрение какому-либо человеку, какой-либо племени, народу, языку или культуре с точки зрения христианства недостойно, нетерпимо и невозможно. Ну, а теперь уже если говорить о частном вопросе, если говорить о том, о чем мы спросили, то я отвечу косвенно христианства субконтиненте имнастан существует горсточка людей, которые исповедуют буддизм. Основные остальные народности исповедуют там юдаизм, христианство, ислам, 14 миллионов христиан, сколько миллионов мусульман. В индийском народе религия Будды не привелась. Она распространилась по всему Востоку, включая нашу страну, Мурятия, Калмыкия. Но народы, которые исповедуют буддизм, а их сотни миллионов, никогда не проявляли ненависти к индусам, к индийцам, только потому, что они в большинстве своим не приняли буддизм. Напротив, у этих народов всегда существовало особое уважение к Индии, потому что там родился и учил основатель их религии Гаутама Будда. Вот косвенный ответ на ваш вопрос. Можно? Да. Александр Владимирович, вы говорили, что религия это прежде всего культура. для меня религия это и культура и мораль. Мораль исходит в состав культуры. Я хотел бы вот какой вам вопрос задать. Сейчас мы многое говорим и церковь тоже говорит о том, что нужна социально активная личность как гарант против повторения всех наших прошлых заводеяний. и в то же время церковь проповедует до сих пор и смирение и нищету духа. Вы говорили о богатстве, величии духа. Церковь проповедует и нищету духа и проповедует долготерпение и то, что скорбями великими пойдем в царство небесное. Вот нет ли здесь противоречия и нет ли какой-то вины вот этого учения за то, что русским народом правили самые страшные тираны, которые были на свете. Ведь и в 30-е годы верующие все-таки составляли большинство. Я не хочу проводить параллель между нищим духом, между кротким смиренным и христианином. Бывают случаи и совсем другого. Но если человек не приемлет этих идей, то это вовсе не заслуга христианской морали. Вот нет ли вины христианской морали за все эти злодеяния и нет ли здесь такого противоречия, которое может помешать утвердиться тому новому, что сейчас происходит, в том числе и в пользу церкви. Так, я понял ваш вопрос. Безусловно, в том, что вы говорите, есть определенная нори исторической истины. Но в данном случае происходило извращение главного. Христос она никогда не превращалась вот там, где это было действительно подлинное смирение, какое-то низкопоклонство, лукавство и склонность к компромиссу. Безусловно, словом смирения отвратительным образом злоупотребляли. Превращали его в форму мягкого такого холопства. Но это было отступление. Вся история христианских святых показывает нам, что они исключительно твердо стояли на своих принципах и были социально активными личностями. И если мы возьмем от древних до наших дней, от апостола Павла до современных, скажем, борцов сопротивления, до матери Марии, пастора Шнайдера, пастора Банхофера или других подобных борцов, они исходили строго из христианства. Они исповедовали активную творческую христианскую мораль. Теперь они считают это выражение в Евангелии очень специфичное и ему не следует понимать в нашем обычном расхожем смысле, что речь идет о какой-то глупости, убогости. За это часто прячутся люди с комплексом неполноценности, которые говорят ну так вот всем надо, но Евангелие Нагорная проповедь наоборот исцеляет от этого комплекса. Она говорит о ценности личности, надо в это вдуматься. И на самом деле, как говорил один мудрец, чем выше учение, тем труднее к нему приблизиться и его осуществить. Это евангельская мораль, она мораль можно сказать будущего, потому что она осуществляется постепенно, и люди иногда готовы сделать из нее удобную, теплую колыбельку, лежанку на печке. Но Евангелие подставляет человека всем ветрам. И если мы смотрим на Христа, то мы видим человека и Бога человека идущего по водам навстречу буре. Что такое нищий дух? Это синоним человека свободного от гордыни, от превозношения, от ложного самоутверждения. Кто такой нищий вообще? Это тот, кто сознает, что он должен просить денег, кусок хлеба. Нищий дух, это тот человек, который понимает, который жаждет духовных даров и богатства этого. Он жаждет того, что у него нет, он сознает. А тот, кто думает, что он уже все это имеет, сам лично, тот, к сожалению, может быть обречен на самодовольство. Самодовольство это болото, это остановка. Безусловно, вы глубоко правы, что в истории не раз получалось, что христианское как бы непротивление, оно получалось удобным, удобным мишенью для тирании. Да, безусловно. Но это было искажение, это было извращение. В конце третьего века, когда христианство не было признанной религии, император Диоклетиан приказал всем принести жертву его изображения. Портреты были, скажем, это был тогдашний пульт личности. Надо было бросить несколько зерен клада на алтарь перед лицом императора. И вот тысячи людей, мужчин, женщин и даже детей и подростков отказались это сделать. И началась кровавая война. Происходили такие вещи, которые история не знала. Потому что когда один губернатор, это достоверный факт, объявил об этом деле, то целая демонстрация христиан явилась и сказала мы отказываемся. Он говорит, у вас что, нет веревки или пропастей, что вы не можете удавиться или броситься в проб, что вы ко мне пришли. Вы понимаете, чем это все кончается. они стояли, они устояли. В конце концов, император Диоглетиана вынужден был прекратить эти гонения. Если бы здесь были все только покорные и только слабые, то не было бы таких героев духа, которые имеют церковь. Не было бы борцов. Ведь в конце концов в обвинении Митроболит Филипп бросил Ивана Грозного. Конечно, очень печально и горько, что он был один. Но такие люди не часто встречаются. И он не был представителем светского гуманизма. Митроболит Филипп вырос в монастыре. Он, можно сказать, впитал в себя идеологию послушания, дисциплины, собранности. Но там, где потребовало его долг, он стоял как камень, пока Иван Грозный его не засудил, не бросил в тюрьму и там задушил. Значит, не так все было просто, несмотря на то, что, к сожалению, действительно случалось не раз, когда люди готовы были приспособить Иван Грозный к своим местам. И в этом и заключалась наша главная ошибка, чтобы не дорастать до него, а принизить, сделать из него какую-то жиденькую розовую водичку и приспособить его к тем потребностям, которые соответствуют нашему уровню. И если вы говорите о будущем развитии общества, то, конечно, надо сделать, безусловно, выбор, потому что и в нашей среде есть те, которые хотят остановить все, которые хотят спрятаться куда-то в норку и там сидеть спокойно. Блажен, кто верует тепло ему на свете, вы знаете все слова Грибоедова. Но Христос пришел не для того, что обогревать кого-то, это совсем не печка, а он пришел принести огонь на землю, он сказал, я принес огонь на землю и желаю, чтобы он разгорелся. Так вот, когда этот огонь угасает, тогда и получается такое псевдо-смирение, псевдо-послушание, псевдо-кротость, а на самом деле это открытые вороты для каждого наглого выступления, для каждого унижения человеческого достойности. Вот, но об этом можно было говорить много еще, но суть, я вам скажу, что есть и то, и другое, и мы хотим развивать то. Вы живы еще? Можно спросить, батюшка, можно спросить его. Как вы относитесь к идее богоносности русского народа, к идее богоизбранности и самученства России, и как вы относитесь к канонизации у биенна, большевика, священников, патриарха Тихона и замученной царской фамилии, в частности? Вы сразу так много вопросов. Вот, значит, в отношении мученицей. Да, они действительно пострадали, многие из них, за веру. И не исключено, что наше церковное руководство рано или поздно признает их святыми. Но на самом деле древняя традиция церкви, очень древняя, никогда не канонизировала мучениц. Самим актом смерти за веру, они уже становились святыми и объектом почитания. Что касается царской фамилии, то я на этот вопрос не имею ответа, но только могу спросить. А если бы царь был не христианином, а не верующим, вы думаете, что он остался бы живым? Нет. Вот, значит, это уже как-то стоит вопрос в другую плоскость. Теперь в отношении богоизбранности. Я верю в богоизбранность каждого народа, ибо в истории у Бога есть для каждого народа свои призвания, свои дары, свои прекрасные пути. То есть каждый народ должен найти, вот как человек, должен найти свое призвание, и он Богом избран на своем месте. в этом году 400 лет к церкви блажен. Как церковь это отмечает? Вот еще не знаю, как отмечает, к сожалению. Как вы относитесь к церкви баптистов? Значит, христиане и баптисты по вероучению от нас не отличаются. Преимущественно отличаются по обряду и по пониманию церкви, таинств и других вещей. Но вера во Христа, Евангелие, Священное Писание у них такое же, как у нас. Отношусь я ко всем с любовью и терпимостью. Стараюсь. Вот можно в развитии вопросов. Сколько важны обряды вообще в церкви? Формальные атрибуты веры. Вы знаете, мы люди, мы не можем без обряда. Когда мы встречаемся, мы пожимаем друг другу руки. Это имеет значение. А если бы у нас был другой обычай, как в Новой Зеландии, мы бы на саммите. Все-таки человек есть, существует плодиками. Он даже как-то проявляет свои чувства. Отсюда обряд необходим. Он является такой опалубкой, в которой наши эмоции существуют. Вы знаете, когда человека хоронят. Ведь, ну что ж, прах и прах, но мы не бросаем он как попал. А тут существует оплённый обряд. И в этом есть вот и смысл. Так, имеется ли свою особую природу ересей в русском православии, в частности новгородской московской. Новгородская московская ереса, как ерес треугольников и другие возникли именно тогда, когда в Европе в Западной возникали те же самые аналогичные ересы. Поэтому, в общем, несмотря на специфику развития России, общие черты истории церкви были повсюду. Ничего такого не было, что не было бы назад. Так, как вы относите к экуменизму? Значит, это слово теперь стало таким, знаете, модным и злоупотребляемым. Если экуменизм это и есть протянутая рука христиан различных исповеданий друг к другу, но каждый исповедник сохраняет свою традицию, свой взгляд, это прекрасно. если это попытка все перемешать в одну кучу, это нарушение структуры, и это подрывает доверие к экуменизмскому движению. Будет ли здесь опубликованы ваши книги? Но я не в госком издательстве. Продолжайте вы активно работать, как писатель. Так, помаленечко продолжайте. Ваши отношения к другим религиям. все прекрасное и ценное, что есть в любых верованиях, это всегда отблеск божественности. Человек образ и подобие Божий. Но религия есть с мрачным аспектом. Скажем, мексиканская древняя религия с человеческим женоприношением. Конечно, к таким религиям относиться трудно. Религия есть догадка человека о божестве. Это руки протянутые ввысь. Христианство не является часть культуры. Христианство не является ответом. Оно свободное. Возьмите, вы можете всюду заметить мечеть и узнать, что это мечеть, а церковь нет. Христианские церкви имеют все формы. Буддийская пагода, вы же опять скажете, индуистский храм, узнаем. Но такое многообразие, которое имеют христианские храмы, его даже невозможно перечислить. От катакомб до современных модерновых храмов, значит, барочные, ампирные, готические, древнерусские, древнегрузинские перечислять невозможно. Значит, оно глубже, чем культурная почва. Не является ли христианство часть какой-то единой общей линии? Вы знаете, это сомнительно. Христианство вообще является чем-то ответным на все религии. Оно не является асперанто, какой-то размытой, туманной всеобщей лигией. Оно вообще по определению суверенного богословия не является религией в старом смысле слов. Потому что оно не является столь тесно связанным с культурой. Оно само порождает культуру. Оно является эпицентром культуры. Но само от нее не зависит. Прочитаю вашу статью в поддержку Слаженицына. Верите ли в духовное возрождение России? Что думаете о происходящих сегодня переменах? Верю. Верю, потому что я 30 лет уже служу и могу наблюдать за людьми. И я просто знаю, что потенциал творческий и нравственный потенциал в народе огромен. Под народом я позываю не только колхозников, как иногда говорят. Народ все, вы тоже народ, но все народ. Потенциал огромен, а значит есть и надежда на возрождение. Как христианство относится к аборту? Так, значит, усталкивает смысл седьмой заповед. Но вот отношение аборта, простите меня за натурализм, если матери, которая хочет сделать этот акт, подвести ребенка трехлетний и предложить его убить на месте, топором или каким-то другим тяжелым предметом. Она бы никогда не согласилась с этим. Что же ей мешает родить, его отдать, если она не может воспитать. Отдать другим людям, которые стоят в очереди за получением детей, которые не имеют своих детей. Как только зачался человек, он табу, он святыня, на его жизнь, хотя его можно рассмотреть только в микроскоп, на его жизнь мы не имеем права посягать. И поэтому вот это безобразное отношение к людям, которых давят каких-то червяков, это ужасное знамение времени. Седьмая заповедь заключается в том, что мы охраняли верность брака, чистоту отношений. Это заповедь о любви, потому что Бог дал человеку любовь как высочайшее проявление гуманности, высочайшее проявление человеческих чувств. Это драгоценно. Если мы это пачкаем, вульгаризируем, унижаем, опошляем, то мы совершаем рабственное преступление. Расскажите, пожалуйста, о Туренской площади. Я, к сожалению, еще не читал последних данных, и я не уверен, что они исходят от компетентных историков. Но мы с самого начала говорили, что проблема историчности плачевицы, то есть ее подлинность является чисто научной, а не религиозной. Для нас неважно, имеем ли мы здесь действительно подлинный портрет Христа, или это каким-то другим образом возникшее изображение. Церковь никогда не настаивала на том, что это подлинный. Действительно, правдоподобность была сильная, но насколько она подтвердилась, я не знаю. Я еще этих данных не читал. Я думаю, что со временем, вернее, в скором времени мы это получим. Так, существует ли только сопоставление значит, у Арберта Швейцера и жизнеотрицания индуизма? Вы знаете, Арберт Швейцер именно потому отдавал предпочтение христианству, хотя он не был оглацарен христианином, потому что он видел в нем активную любовь, а не просто сострадание, которое находил в индийской религии. Он специально написал книгу о индийских мыслителях, и у него есть специальная работа, которая называется «Христианство и мировые религи», в которой он показывал, что ударная сила активной, действенной любви, она заключена здесь по преимуществу. И, несмотря на все прекрасные этические ценности, которые содержатся на Востоке, все-таки там созерцательности гораздо больше. «Как вы относитесь к словам Теярда Шардена, что, несмотря на свое чудовище, с ней близок тоталитаризм к истине?» Вы знаете, Теярда Шарден, когда писал свои книги, часто находился в пустыне, в далеких странствиях. Трагедии Европы, нацизм и прочие вещи, они как-то от него были далеко. Он смотрел на это с птичьего полета издалека, и ему казалось, что там что-то свершается, что-то происходит, и он не был вовлечен как следует в это дело, и поэтому он так восхищался коллективизмом, он казалось, что это путь к солидарности человека. Если его наставили маршировать по улицам, я думаю, у него быстро все прошло. Это слабость великого мастерства. Если науэсфера единый организм, экосфера единый организм, вселенная единый организм, не кажется ли вам, что чувство Бога это восприятие сигнала, исходящего от высшей объединационной структуры. Если Творца называть высшей объединационной структурой, от этого ничего не произойдет, ведь слово Бог тоже человеческое. Если нам удобнее называть его таким образом, то с ним не кажется ли вам, что пришло время для синтеза религиозно-материалистического веропонимания. Оно давно пришло. Дело в том, что материализм, утверждающий реальность материи, как силы, которая живет и действия, никогда не отрицался христианам. Просто мы всегда в это верили. А вот в тех аспектах, которых материализм отрицает, что там мы утверждаем. И вот здесь мы, конечно, радикально расходимся. Так что с синтезом тут как-то суровато. Не импонирует ли вам эти идеи, как ученые? Вот идеи соединения? Или какие идеи? Тут не совсем ясно. Что перечислили? Это четвертый пункт. Так что тут в одной с Кианой Гронштадтской. У меня была прабабушка, которая меня нянчила в детстве. И вот в начале века в самом, а может в конце прошлого века она заболела, оставшись довольно тяжелой болезнью. Она жила в Полтаве. У нее было много детей. И ей соседка сказал, что скоро в Полтаву приедет Киану Гронштадт попробуй к нему. Ни один врач не мог и вы вылечить. И вот она пошла туда. Когда он взглянул на нее, он сказал я вижу, что у вас есть вера и через месяц все пройдет. Ни один медик вылечить ее не мог. Вот факт достоверный и ничего про него не выгодить. У него был харизма целительства. Безусловно. Конечно, он жил в определенной среде. У него были противоречивые черты в его исторической биографии. Но читая его дневники, глубинные дневники, не те, которые записаны в «Моя жизнь во Христе». Это более литературные. А вот сам настоящий дневник. Ты видишь, какая это была великая, святая, праведная душа. Эти дневники, надеюсь, будут опубликованы. Иисус Христос был ли он учитель, можно назвать его у него? Нет. 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 История не знает никакого учителя у Христа. Что по сравнению с юдаизмом внесло по вашему христианству в мир? Главным мужчину. Это явление самого Христа. Главным мужчину. Явление новой жизни во Христе. Потому что вера в единого Бога уже была дана не юдаизм. Юдаизм мы называем постсохристианское развитие Мирового Завета. Ветхий Завет дан идею творения, идею единого Бога, идею этического монотеизма, то есть служение Богу через нравственность. Все эти идеи были даны. Христос принес не новую доктрину, принес себя радостную весть о том, что Бог не просто творец, он является отцом каждого человека. Это было развитие того, что в редком Завете дано. Но это не развитие идей, это новый феномен, новая жизнь, которая победила жизнь старой. так. Я не понял, почему христианскую первую вас главил? Я. Почему христианскую раздавил Иисус еврей? Почему можно после этого уважать гимнатизм? Я не знаю, но в Верхнем Завете можно найти ответ. Ответ тракте, к сожалению, у нас нет времени. Дело в том, что античный мир считал человека мирой всех вещей. Он провозглашал человека, который судит мир. Восточный мир, округленно говорят, дальний восточный. Он признавал Бога, который стоит над человеком, а мир, жизнь, природу считал иллюзией, чем-то вторичным. И вот на стыке этих двух миров рождается Ветхий Завет, который признает и бесконечность божества, и ценность жизни. На вопрос ваш прекрасно ответил Владимир Соловьев в одной из своих работ, которые можно найти в четвертом томе собрания его сочинения, где он говорит о двуединстве Ветхого Завета, которое провозглашает высшую власть Творца и в то же время ценность жизни. И поэтому воплотиться Творец мог только там, где плоть признается Божьим творением, и там, где человек не признается абсолютной меры всех нищений. Так, ваше отношение к теософии как синтетические религии. К сожалению, вопрос слишком сложный, но теософия тоже очень разная. Но у меня личное впечатление такое, что теософия различных направлений упрощала, обедняла, обмельчала те великие идеи, которые были заложены в опанишадах, в буддийских судах, и вообще вот в древних учениях. это все как бы разжиженное, сдобренное европейским какими-то влияниями. Поэтому, когда читаю теософскую литературу, я читал ее много. Мне всегда хотелось отложить эти писания и обратиться к первоисточникам, где живой дух дышит, живая, так сказать, человеческая душа. Так, мистический пантеизм пранка. Значит, есть несколько франк. Какого франка? Если речь идет о Семене Людовиче, то он не был мистическим пантеистом. Он был христианский философ и никогда не был. был еще франк в 18 веке. Я не знаю, по-моему, франк. И был еще ученый франк. Надо знать имя. Какой церкви служит? Я служу в Пушкине, город Пушкино под Москвой, район Новая деревня. Там у нас два храма, у меня маленький деревен построенный уже в советское время. Можно вопрос? Что вы думаете о втором пришествии Христа? Я думаю, что слова Христа самые важные были, сказаны им в тот момент, когда он пришел. А ныне суд мир усилен. Суд начался в тот момент, когда он провозгласил радостную весть, и разделение началось между людьми. Страшный суд уже начался, и он продолжается и продолжается. Что касается второго пришествия, то его ждал Ветхий Завет, его ждет Новый Завет. Мы верим в то, что правда Христова восторжествует на земле. Но как? Христианство не должно превращаться в какую-то футурологию, в какое-то искусство, так сказать, изображать будущее. Очень много было таких любителей, но нам надо жить сегодня. И когда ученики спрашивали Христа, когда это все будет, он отвечал им, нет, не ваше дело высчитывать времена и сроки. Сегодня надо жить. Сегодня Евангелие призывает каждого человека, даже неверующих выбрать выбрать внутренний путь, встать на свои нравственные колеса и ехать по этому пути. Так что это вообще вопрос праздный для нас, для меня лично. Но может другие как-то иначе смотрят. И дело в том, что я должен вас предупредить, что христианство это не циклопедия и не свод каких-то обязательных правил по всем вопросам. В нашей среде и в христианской мысли вы найдете самые противоположные суждения о многих вопросах. У нас есть свобода определенная. Скажем, есть христианские рационалисты, которые считают очень важным здравый смысл рассудок, таков, скажем, честных вам всем известных детективных рассказов. Но есть и рационалисты христиане, такие как Паскаль, например, или Керки Гор. И все равно все они христиане. Так что здесь не всегда будет оправдан вопрос, как христианцы смотрят. У нас нет какой-то директивы, которая бы спускалась, говорила, и смотрели так, и так. Почему так мало любви и много ненусти между христианами? Я сам себе этот вопрос задаю. Почему так мало любви и много ненусти между христианами? Например, православными католиками ненусти или текам. Это все та же ксенофобия. Вот что-то не так, что-то не мое, что-то не похожее, и сразу уже человек бросается с пеной. Это не христианское. За что были разрушены церкви в нашей стране? А за что расстреляли бадрия, что он сделал? Эти вопросы мы без конца от ответа директор. Как православие смотрят на браки православных и на верующих? Еще до революции было выработано определенное правило бракосочетания православных и церковных. Почему рядом с Крестом должен быть Иуда? Ну, такие мы люди, что у нас обязательно 12 человек, обязательно 12 что вы думаете о судьбе памяти культового зодчества? Здесь у меня очень простая мысль, связанная с экономикой и с архитектурой. Я считаю, что все памятники, которые были построены для того, чтобы это были храмы, надо отдать народу, отдать верующим. Они сами их восстановят, они сами их починят, они будут поддерживать государство, не надо будет тратить денег, все решится так, как задумали древние строители. Не нужно будет никаких фондов, не надо будет собирать там лукофейку. Все сделает сам народ. Я помню, когда открыли Александровневскую лавру, да люди там пришли толпами, бесплатно трудились, чтобы ее восстановить. То же самое было у нас с Данилом в монастыре. То же самое будет повсюду. И это будет очень экономно, очень не накладывали государство. И для, скажем, архитекторов тоже будет очень интересно, потому что они будут располагать народными средствами. А для тех, которые хотят прийти в храм посмотреть, значит, с точки зрения искусства, так ведь такие храмы открыты. Вы, наверное, почти все бывали в Загорске. От того, что эти церкви, передные народы, что там совершаются богослужения, что люди там молятся, разве это мешает туристам, экскурсантам прийти и посмотреть? Несколько. Ваше мнение важно сейчас учение Семена Георгиевича Франка. А вот теперь понятно. Семен Георгиевич Франк. Да, да, я высоко чту его как философа, хотя, конечно, некоторые, может, взгляды его не совсем я разделяю, но это был строгий, классичный, ясный мыслитель, который ко всему подходил без легкомысля. Если он выносил в себе христианские взгляды, то это были годы, это были серьезные, так сказать, размышления, внутренний, голос. Это была такая мысль, которую нельзя брать как попало. Если вы начнете читать Франка и на середине где-то бросите, вы уже не поймаете эту мысль. У него мысли идут как солдаты в строю. Это был замечательный человек, кстати, блестящий социальный мыслитель, кроме того, что он был еще и философом, метафизиком. Нет, у него никакого пантеизма не было. У него употреблялся термин там, пантеизм. Но это дело тонкое. Так, как вы относитесь к крестьянскому велосу Николаю Гердяеву? Значит, я лично субъективно очень высоко его ценю. Я даже не постесняюсь сказать, что я люблю этого человека, люблю его спутанный, профетический, такой экстатический стиль, люблю его свободу, его непорабощенность, так сказать, его открытость ко всему, умение мудро и точно говорить о самых острых и наболевших проблемах. Конечно, у него есть изъяны, как у всех, но мне кажется, что он приближается к гениальности. И сейчас, просматривая, читая произведения западной богословской мысли, те произведения, которые вызывают фурор, с которыми носятся, как с откровением какой-то последней истины, все это Николай Александрович уже сказал в свое время и сказал лучше, чем сказал Скармтили, Манхофер или Робинсон. Лучше. Безусловно, ярче, безусловно, талантливее. Это в двух словах. Да. Я читал Розу Мила. Она, конечно, поразила меня своей фантазией, своим художественным, так сказать, взглядом на все. Кое-какие вещи были близки, но, наверное, вы не все читали этот книг. Это книга современного мистика Данила Андреева, сына, известного русского писателя Алина Андреева. Это книга о природе, о истории. Он там изображает свое видение. Ну, кое-что мне там кажется очень странным, кое-что продукт его фантазии, но его видение духовной подоплеки природы было всегда мне близко. Как совместить ценность для Бога каждой человеческой жизни и с невинностью жертв? Дело в том, что в каждой человеческой жизни есть своя линия и своя звезда, выражаясь условно. И ценность это в очах Божьих, а не в наших. Мы считаем вот столько, 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 вот это мы ценили. мы, к сожалению, хотим творца непостижимое начало тоже приводить к себе. И мы его себе представляем вроде какого-то натирателя или кукольного мастера, который водит за ниточки кукол в театре образцового. Но это все не так. Всегда надо помнить, что любое богословие христианское в том числе начинается с понятием о том, что Бог есть тайна. И мы не можем навязывать ему своих моделей. И у него столько есть парадоксов, столько, сколько вообще есть в природе. Сама природа, сама материя, само вещество состоит из парадокса. Многие из вас знают, что такое принцип дополнительности. Когда нельзя определить, описать одно и то же явление однозначно только с двух сторон, противоположные. Волна и частицы, например. В мире очень много антиномичного, парадоксального и таковы тайны мира, которые мы познаем через божественную сущность. То, что укладывается строго в рамки человеческого формального интеллекта, то и является продуктным принципом. Бог, которого мы могли бы своим умом понимать полностью, был бы проекцией нашего ума. Но он, безусловно, абсолютно превосходит наше мышление. Поэтому мы не имеем просто логического права здесь ставить перед ним вопрос. Можно ли говорить точки зрения христианства о смертной казни и его эволюции? Можно ли ответить на вопрос, как Христос относился к смертной казни? Ну, на второе это можно, потому что он всегда ставил прежде всего любовь на первое место. Что касается смертной казни, это вопрос сложный, вопрос дискуссионный, но мы все с вами знаем, насколько несовершенна юриспруденция, не только у нас, но и во всем мире. Смертная казнь делает юридическую ошибку роковой и неповторимо меняет ситуацию. Мы знаем о том, что люди погибали миллионами невинными, не только у нас, все. Но если бы смертная казнь вообще отсутствовала в человеческом роде, то реабилитации были бы непосмертными, это уже меняет всю картину. Значит, вопрос здесь очень сложный. Единственное, что говорили мне юристы, что никогда смертная казнь не останавливала преступления. Никогда не устрашала, потому что на такие преступления, которые осуждают смертной казнь, шли люди, которые уже ничего не боялись. Люди с расшатными нравственными устойками. И они не боялись и наказания. Кстати сказать, в общем, наказание уголовное никогда не было ведущим фактором, который бы тормозил преступность. Вы можете проконсультировать с любым юристом и специалистом этой области. может быть, это значительно что-то у кого-то. Нет, ничего. Как Вы относитесь к догмам Тунипска, таллической церкви о непогрешимости Павла? Значит, дело в том, что вопрос не в парке, а вопрос не в погрешимости. Сейчас я Вам объясню, в чем дело. Кратко. Дело в том, что людям всегда хочется, чтобы какой-то церковный авторитет как бы передал свыше точные слова Божьи. И что к нему можно было всегда обратиться и получить от него точную информацию. И что он безошибочно получает сверху эту информацию. К сожалению, так устроены и люди. И поэтому и христианские церкви всегда хотели, чтобы была такая инстанция. То ли это собор, то ли это первосвященник, то ли, наконец, это епископ или еще кто-то. и этот вопрос в церкви дебатируется. Потому что, скажем, наша православная церковь по идее в принципе в такой инстанции вообще не знает. На практике, конечно, бывает по-разному. Скажем, у католиков любой священник может кондиковать римского папа, а мы наши руководители. Ну, непогрешимость это не значит, что безгреш. Никто не считает ни папа, никакой здесь безгреш. А это значит, что его высказывание является авторитетным гоносом всей церкви. Но в учении католическом о непогрешимости есть одна оговорка, что он тогда говорит авторитетно, когда он учит весь народ эцкатедра, то есть скафедра. Но не оговорено, когда это повисает. Поэтому все несколько повисает в воде. В чем разница между ересью и отдельной церковью, в сектантах? Значит, по христианской терминологии ересь это учение, которое расходится кардинально с основами христианского учения, и она была такой названа и осуждена голосом всей церкви на Вселенском соборе. Все остальное считается в нашем богословии те о логуменом, то есть богословским мнением. И оно, как бы ни было оно парадоксально, оно не является ересью, пока собор таковой не признал. И когда у нас некоторые православные друг друга слишком легко упрекают ересь, они просто это делают не понимая, что означает это слово. Каково ваше отношение к истинно православной церкви? исторически именно она является русской православной церковью. Честно говоря, я не знаю ни одного представителя истинно православной церкви, поэтому мне довольно трудно здесь объективно что-то сказать. Ваше отношение к Отту Вейнингеру? Да, мне кажется, что он был все-таки патологичный субъект. Следующий вопрос. Не считаете ли вы, что русский народ расплачивается убийство Александра Второго обратившегося к нему за помощью так же как еврейский народ страдает за убийство Христа? Вы знаете, в истории было всегда столько убийств, что тогда всем народ надо страдать. Римский народ за убийство Юлия Цезаря, потом за убийство других императоров. История человечества очень мрачная история. История византийской церкви там без конца убивали императоров, убивали духовенство и патриархов, смещали. В конце концов, а почему не страдать за убийство Медрополита Филиппа, которого убил Иван Грозов? Значит, за преступление отвечает только тот, кто его святил. В связи с этим, значит, о причина следственной связи. Вот, например, 1937 год был заложен в расстреле царской семьи. Понимаете, скажем, уже возникновение... Отвечает, а расстрел царь семьи мог быть заложен в 9 январе. Я понимаю. А 9 января и так далее. Понимаете, все это охватить очень трудно. Итак, мы придем к Каину, которая убила. Возникновение Солнца уже доложило на себе возникновение человечества. Я думаю, что это ваше человеческое состояние оно и создавало все это. Ненависть, убийство и облекло одно за другое. но, что касается народа, то, понимаете, ведь, можно говорить о французском народе, который там голосовал за убийство до 16, потому что это происходило публично, был суд и так далее. Ну, они потом и получили перрон. Вот. А в России это не голосовали. вопрос выбора стоит, понимаете, какой-то первородный грех. Я думаю, народ не выбирал. Это произошло, вы знаете, как и неизвестно, как же. А, значит, Александр Второй, ну, ведь тоже, а что же, народ выбрал его убивать? Нет, это была группа заговорщиков. Народу вовсе это не приветствовал. И вообще, террор сверх, террор снизу, они все стоят друг другу. О необходимости духовного отца для мирян в свете поиска авторитета и отказа от христианской свободы и современное состояние этого имени. Значит, современное состояние не блестящее, это вот прямо скажем, просто потому, что у нас очень мало духовенства, народа много, и все. Почему нужен духовник? Потому, что обидно в нашей короткой жизни тратить время на то, чтобы по пути христианской жизни изучать самому с самого начала. Для чего существует опыт предшествующих поколений? Для того, чтобы сокращать нам, как говорил Кушкин, опыты быстротекущей жизни. Ведь духовник говорит не от себя. Я не придумываю ничего. Я опираюсь на предыдущих. Предыдущие еще на кого-то. Это есть опыт церкви. Мы передаем, мы вовсе не пророчествуем от себя. Конечно, есть духовники, которые об этом забывают, начинают все-таки зарекать, но на самом деле это они нарушают церковную традицию. В церковной традиции человек говорит только то, что от писания. И свобода здесь нисколько нарушается. Человек признал это и для дисциплины это можно. Кстати, это есть в любой религии. Всякий гуру там есть, это все совершенно очевидно. И не только в религии. Возьмите в искусстве, обязательно руководите. Даже в спорте должен быть такой тренер. Обязательно тот, кто немножко продвинул вперед, он тебя ведет. Экономия спасения. Христиане Новый Израиль. Дети Авраама по духу, они обязательно по плоти. Христиане из язычников. Одиннадцатая глава кремлинам и особое отношение к евреям. Бог откровенно единство ветхого за это и нового. Это начало. Единая Библия. Константация христианства и иудаизма. Это начало ваше отношение. Дорогой друг, который это писал, поскольку не хочется вас уже всех хоронить. Это сложная богословская тема. Конечно, я могу о ней поговорить, но наше время уже и стекло, потому что у нас осталось 15 минут. Ваше отношение к Антону Сурочевскому? Мы с ним лично знакомы и очень дружны. Во всяком случае, я его высоко ценю и произведение, и как личность необычайно привлекательную другу. Антоний Сурочевский, владыка Антоний Блюм, который в Лондоне представляет вас, почему Христос, всемопущий Бог, оказался таким одиноким и беззащитным в ночь перед расстрятием. Душа моя оскорбит смертельно. Побудьте здесь, подростите со мной. Потому что если бы Христос явился на земле как титан, неуязвимый для страдания, он бы не страдал вместе с нами. главный ответ Бога человеку в его страдании заключается в том, что он страдает вместе с нами, что он становится таким же, как мы, переживая эту агонию, переживая предательство, переживая одиночество, переживая, наконец, саму смерть. Иначе это не было бы полнотой Боговоплощения, иначе это не было бы той близостью, радостной вечностью, близостью, вечности к нам. Если бы он не был вместе с нами, такой, как мы, то тогда это было бы для нас безразлично. Он бы казался только человеком, это был бы призрак, а на самом деле он спокойно, как гностический образ Христа в античной теософии, который на самом деле не умирал на кресте, а только сделал вид. Это совсем не то, это глубоко не то. В основе христианства лежит то, что Бог, стоящий над страданием, пошел в него, стал с нами и вместе с нами страдал. В романе Камю, Чума, когда там умирает ребенок, то один герой спрашивает другого, где же Бог? Он говорит, вот он здесь, он страдает вместе с этим, поэтому огонь и в Гефсиманском саду. Что оттолкнуло от Христа многих учеников после завещания им своей плоти и крови на залог вечной жизни? Я думаю, что, во-первых, никто не понял этих слов. Им показалось, что он безумный. А между тем он говорил о своем сердце, которое он отдает людям, что он является пищей миру. Я есть пища, хлеб небесный. И он говорил, что вы будете пить мою кровь, а кровь в древности обозначала жизнь, та жизнь, к которой по закону нельзя было прикасаться. И он говорит, мою кровь, мою жизнь, это будет для вас жизнью. Для них это было все абсурдно, это было странно. Я думаю, что для многих людей в любой стране, в любое время это было бы безумным, и только те, кто устояли, создали церковь. В Евангелии есть намек на Отца земного, Отца небесного, Иисус. Мать говорит, отец твои, я с великой скорбью искал и тебя. На что он ответил, мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему. Есть также намек на двойственность человека, о необходимости каждого из нас быть рожденным свыше. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Есть даже призыв стать сынами Божьими, блаженными родстворцами и они сынами Божьими на реку. Неужели настолько реально человеку родиться свыше и стать сыном Божьим? Значит, вопросов много, но я сразу очень к его руку отвечу. Первое. Именно потому, что Дева Мария сказала отроку Иисусу, что я и отец твой мы тебя ищем, а он вдруг отвечает, я на коротком доме моего отца, то есть в храме Иерусалима. И он сразу показал, кто ему истинный отец. И она даже не поняла, что он сказал. Второе. Рождение от духа это то переживание, которое делает человек, человек единый. И, наконец, что там последнее? Блаженный мир отворки, ибо они сыном Божьим на реку. Сыне же настолько реально годится свыше. Значит, безусловно, тот, кто верит и живет, тот становится сыном Божьим. Но по усыновлению, а не по природе. Потому что в христианстве есть религия богосыновства. И сначала в ней дано богосыновство реальное, живое, исходить, метафизическое, а потом уже наше, нравственное, духовное, связанное с верой. Как вы относитесь к одновременной работе в миру и в службе в церкви? Не будет ли здесь разговорения личности? Нисколько. Нисколько. Буговое заранее есть разговорение? Да-да-да. Нет-да. Как вы относитесь к революции 17-го года? Реализовала ли она свои великие идеи хотя бы отчасти? Я бы предупреждал автору, кто пишет, как все обстоит. А потом там написано. А вы-то напишите. Пишет пресса. Что реализовали, что нет. И следующий вопрос. Как вам такой метод преобразования общества? По-моему, наша пресса обо всем говорит ясно. И нам надо смотреть не только назад, где было много, ну, назовем это вежливого ошибок. Надо смотреть вперед, как из этого выходить. Я думаю, что нравственный, духовный элемент, который содержится в Евангелии, может служить здесь немалым подспорьем, немалым важным фактом. Все-таки в конце концов, я напоминаю вам, что 70 миллионов жителей нашей страны люди верующие. Значит, если или бы их вычеркнуть, либо их идеи и их дух будут также участвовать в преобразовании общества. Я на это надеюсь. Не кажется ли вам, что в лице Сталин нашу страну посетил пьявол? И с тех пор черт преобладает наших душев, так как большинство людей в СССР нищие думают. Я отвечу в басне и крылом. У крылом была басня про одного брамина, который, значит, будучи нарушителем поста, тайно у себя в келье яйцо варил на свечке. И когда пришел надзиратель и сказал, о, ты что делаешь? Он сказал, прости, упал он. Это меня черт попутал варить яйцо на свечке. Но черт, сидевший за печкой в Индии здесь, он выгнал, сказал, я сам у него учился, как это делать. Я никогда не знаю. Мы слишком мисты, все валим на черта, когда сами хорошо. Здесь нет связи. Какая связь с нищетой? Как вы относитесь к утверждению, что все, что делается, все к лучшему? Ну, на самом деле, это просто бытовое выражение. Тот человек, который истинно верит, он должен делать первое, все, что от него зависит. А остальное, предоставить на промысле. Все. Благодарю за внимание. Мы извиняемся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok